Житие преподобного отца нашего Матфея Прозорливого Бога дарования, видеть ясно лица подземных эфиопов, бесов, обличать их затаенные козни и открывать на великую пользу спасающимся. Этот блаженный старец, стоя однажды в церкви на своем месте и охватив взором всю братью, которая стояла по всем сторонам и пела, увидел беса, который обходил их в образе воина. Он на воскрилии рис своих носил липкие цветы, и, кладя на цветок что-то злое, бросал его на кого-нибудь. Если цветок приставал кому-нибудь из поющей братьи, в том после малого стояния расслабевало внимание, и, найдя себе какой-нибудь предлог, он выходил из церкви и шел в келью, где спал, не возвращаясь больше в церковь на пение. Если же бросал на кого, но цветок не приставал, тот стоял крепко на пении, пока не отпевали утреннюю, и тогда отправлялся в свою келью. Видев это, старец рассказал о том братьи, и все остерегались выходить из церкви. У этого старца было бычий последним выходить из церкви после утренней, когда братья расходилась по кельям. Однажды он вышел и сел под церковным билом, желая немного уснуть, потому что келья его была далеко от церкви. И он увидел, что большая толпа идет от монастырских ворот, и, присмотревшись, увидал одного беса с гордостью сидящего на свинье и множество других, идущих вокруг него. И спросил их старец, «Куда вы идете?» Бес, сидящий на свинье, отвечал, «За Михаилом Табалковичем». Старец же, осенив себя крестом, пошел в келью, уже был рассвет дня, и, уразумев видение, сказал ученику своему, «Пойди, спроси, в келье или Михаил?» Тот пошел спросить, и ему отвечали. Сегодня после утренней он вышел за монастырскую ограду. Старец поведал видение игумену и старейшей братьей. Призвав брата, игумен спросил брата о его поведении, и, наставив его словом назидание, отпустил его в келью. Преподобный же Матфей, будучи прозорлив, и прочую братью с любовью научал сидеть в келье и постоянно поминать Бога и молиться о своих грехах. При этом преподобном Матфее представился блаженный игумен Феодосий, и Стефан стал игуменом на его место, а после Стефана — Никон. При Никоне было Матфею такое видение. Однажды, стоя за утренней, он поднял глаза, желая видеть игумена, блаженного Никона, и увидел осла, стоящего на игуменском месте. Он понял, что игумен не пришел к утренней, и рассказал ему о том. Игумен, приняв это откровение как наказание, много каялся, и с тех пор, отлагая не только ленность, но и всякое нужное монастырское дело, старался прежде всех приходить в церковь, так что после этого вразумления он скорее достиг блаженной святости. Также и многих других видений удостоился этот блаженный старец и рассказывал их на пользу братьей. Достигнув доброй старости, он почила Господи в добром исповедании. Его честные мощи лежат нетленно в пещере со святыми отцами. А сам он молится о нас, предстоя престолу владыки, чтобы избавиться нам от навета вражи их и получить вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Православная Церковь празднует память преподобного Матфея 5 октября.